Сегодня такой большой праздник у нас, вход Господень в Иерусалим, за которым начинается Страстная Седмица. И вот удивительное дело, сегодня люди встречают Христа с ликованием, постилают одежды свои, постилают ветви на Его пути. И спустя всего лишь четыре дня, три, начнут кричать «распни, распни!». В чём причина такого человеческой непостоянности и такого резкого изменения? В отношении, казалось бы, к человеку, который явил им только добро? Ну, во-первых, у людей очень короткая память. Даже на три дня не хватает. Да. Ну и потом, понимаешь, добро ведь не по отношению к ним самим. Они слышали, что он накормил там пять тысяч человек. Ну, эти люди, ну, кто-то из них присутствовал, конечно, при этом. Вот. У кого-то исцелили родственника или он сам. Но это всё равно не десятки тысяч людей, которые собрались и кричали. Поэтому то, что он явил себя именно как человек добрый, это не для всех убедительно. Потому что для людей очень важно, ну, их сложившиеся какие-то представления или отсутствие их. Но очень важно, что они чувствуют в данный момент. Существует такая вещь, известная, конечно, с древности, использующаяся политиками. И вот был такой человек, идеолог политический, Макиавелли, который жил в Средних веках. И одним из первых, ну, как бы, описал, как должен действовать человек, ну, которым мы бы сейчас назвали политиком. Это манипуляция человеческим сознанием. Вот. Самая яркая манипуляция, ну, такая откровенная, наглая, это всякие демократические институты. Потому что, ну, сначала проходят так называемые выборы, а потом люди откровенно и в эфире обсуждают там, как это достигнуто, какие технологии, где обыкновенное жульничество. Потому что каждая свою сторону выдает за честную, а другую, как жуликов. И это вполне обсуждается, хотя при любой демократической системе она сама, в принципе, жульническая. Вот. Но часто, много раз повторенное, становится общим местом. И люди без того, без такого, ну, сознания своего собственного умения рассуждать, они этому подчиняются, этому общему мнению. И не могут, как бы, выйти. За рамки. Из этой обоймы, да. И вот когда народ увидел, что духовные руководители за то, чтобы убить Иисуса из Назарета, Понтий Пилат умер, то есть умыл руки, они предпочли Варраву. У нас же в стране то же самое было. Кратчайший из государей, Николай Александрович Романов, долой, Николай Кровавый. Пришел другой, добрый, Ленин. Пошли, подошли к нему ребятки, говорит, дедушка, а ты что считаешь? Пошли отсюда вон. А мог бы и бритвы по горлу полоснуть. Поэтому вот очень из этого делается вывод, что он очень любил детей. Не хотели кратчайшего Романова, получили основоположника красного террора. Опять, с помощью чего? Пропаганды, манипуляции, обыкновенного обмана. Вот как большевики вышли с лозунгами. Декрет о мире. Земля крестьян. Декрет о земле. И декрет об учредительном собрании. Собрание распустили едва, когда оно собралось. В результате того, что обещали, получили трудодни и новое крепостное право для крестьян. А уж мир, такой начался мир, который впоследствии назвали гражданской войной. Миллионы убитых, потом миллионы умерших с голоду. Вот плоды этой манипуляции. Поэтому вот людьми манипулируют. И вот, к сожалению, это так. И так же там, в Иерусалиме были такие же манипуляции, которые сначала распространяли среди народа слух, что это мессия. И вот Христос въезжает, смотри, сходится все на молодом осле. Нарезали ветвь, встречает, ура! Лазарев воскресил. Лазарев воскресил. Все это, ну, газет не было, все слухами. Слухи мгновенно распространяются, как пожар, так сказать, на сухой траве. И вдруг он смотрит под арестом. Как? Ах ты, жулик! Как же? Мы-то думаем, что пилата сейчас скинут. Ты будешь нашим царем. Будешь нас кормить. Будешь нас исцелять. Будешь нас выпускать из тюрем. Мы будем, ну, самым главным народом на земле, полно разочарования. Потому что, что он говорил, никто не слушал. Как и сейчас никто не слушает, так и тогда. Потому что, вот, многие сейчас говорят, а все прощения, откуда это взято? То есть, христианству что-то, кто-то краем уха что-то слышал, что-то приписывают. Некоторые, вот, говорят, в Библии написано, и там. И придумывают. И тут же придумывают на ходу, или там, такое искажение. И к нам, кстати, звонят, цитируют в Священописании, вывод, все вверх ногами. Либо человек не читал, либо что-то у него с головкой не совсем. Вот, ну, вот, поэтому человек, он нуждается в руководстве. И он отдает себя в руководство тому, что ему нравится. Но понятно, что 17-летнему человеку нравится одно. 80-летнему нравится другое. И политика тот человек, который вот пытается как-то угодить. И тому, и тому. И тому, другому. И как-то вот так вот все устроить. И тогда в итоге получается какой-то для него удовлетворительный результат. Вот, собственно, и все. Так и здесь. Это очень просто. Манипулировать толпой. Это известно тысячи лет. Такое ощущение, что у толпы один разум. Или вообще отсутствие такового. Все-таки люди-то все-таки разные. Дело в том, что толпа, она подается эмоциям. И манипулятор, он на эти кнопочки нажимает. Именно те, чтобы вызвать соответствие эмоции. Опираясь на пропаганду. На пропаганду. Ну, например, права детей. Права детей, защита прав детей. Права детей, защита прав детей. Дети страдают. Хотя они там полгода назад тоже страдали. Где вы были-то? Они прыгали с крыш. В таком же количестве? В таком же. Их убивали в таком же? В таком же. Их продавали в разные страны. В Америку, в Европу. В таком же, в таком. Чего это вы сполошились-то? А нужна поддержка народа в том, чтобы, наконец, спокойно начать детей отнимать. Надо народ завести на определенный момент. Да, да. И уже для других, ну как, демократия это, как, у меня есть право, там, молодые люди, там, рассуждают, право выбора, я хочу участвовать, ему внушают. Что, там, 100 миллионов голосов, один твой. И это, знаешь, так важно. Ты приходи, там, то, сё. Это всё так важно, что просто становится даже очень тяжело от важности. И, а человеку надо, потому что люди гордые, они хотят не истины. Они хотят разбухать от собственной важности. Ещё и Лев Николаевич Толстой заметил, что человек – это дробь. Числитель – то, что он из себя представляет, а знаменатель – это то, что он о себе думает. А когда человек ничего не может создать, для него важно, что вот к нему тоже кланяются, приходят, его там уговаривают, что он что-то зачем-то нужен. А на самом деле, что от него нужно-то? Как люди, продвигающие какие-то товары. Купите это, купите это. Это очень хорошо, это прогрессивно. Вы будете здоровы. Мы вам поможем. Это что, он хочет нам помочь, что ли? Да нет, он хочет наших денег. Мы-то что, не понимаем, что ли это? Нет. А человек поддаётся. И вот яркий пример, просто я с наслаждением за этим слежу, наш дорогой Мавроди. Ну, обобрал огромное количество людей, за что в тюрьме посидел, и опять тысячи и тысячи людей, желающих отдать ему свои деньги. Они верят скорее мошеннику, чем тем, которые его посадили за это мошенничество. А разобраться с самим, вот, как работает эта структура, невозможно. Только основано на вере. Поэтому человек верит в то, что ему близко. Поэтому если ты будешь рассказывать, вот, что, какой хороший человек, там, человек охотней поверить, что он какой-то гад, вот, собственно, ничего удивительного, что через четыре дня распни, распни его. Это закономерно. Это очень горько, конечно. Ну, я с этим в своей жизни сталкивался не десятки, а сотни раз.